23 ноября глава государства ознакомился с концепцией развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента. Предварительный проект предусматривает оптимизацию движения на 24 крупных перекрестках. Позволит снизить число остановок в среднем на 71% и время остановок на 48%. С данной концепцией были ознакомлены в ходе совещания с ответственными лицами и представителями сферы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 250 до более 500 тысяч, что приводит к транспортным нагрузкам и коллапсам. На сегодняшний день в Ташкенте более 500 крупных перекрестков. 200 из них имеют низкий уровень пропускной способности. Нехватка же парковочных мест как в центре города, так и за его пределами приводит к тому, что машины оставляют у обочин дорог, что в свою очередь мешает передвижению общественного транспорта. Для решения этих задач было проведено комплексное изучение имеющихся недостатков. После чего представители сферы совместно с турецкой компанией разработали проект генерального плана улучшения дорожной инфраструктуры и транспортной системы столицы. Он был представлен широкой общественности на заседании с участием городской администрации, сотрудников соответствующих министерств и ведомств. Формируется сейчас 7 основных транзитоориентированных больших магистральных маршрутов. К ним будут привязаны подвозочные маршруты от спальных районов и других мест. И эти 7 основные маршруты, они все будут соединены в центре города. И используя эти маршруты, можно будет добраться в любую точку города, то есть по основным магистральным улицам. А связующие между магистральным улицами – это круговые маршруты, которые будут курсировать по кольцевым дорогам. В процессе разработки данного проекта учитывался в том числе опыт ведущих зарубежных стран. Основная часть его реализации предусматривает оптимизацию движения на 24 крупных перекрестках. Это позволит снизить время пребывания общественного транспорта на остановке на 48%, вследствие чего пробки на дорогах уменьшатся на 64%. К тому же это и экономия топлива в среднем на 34%. Основная цель данной программы, которая внедряется, это то, что мы можем сегодня смело сказать, потеряли культуру пользования общественным транспортом. Для того, чтобы вернуть данную культуру, нам необходимо сделать инфраструктурные преобразования. Были поставлены задачи по цифровизации всех данных города Ташкента, демографические данные, это маршрутилизация. При этом будет создаваться единый орган, который будет связующим звеном и метрополитена, и автобусных станций, а также других точек транспорта и инфраструктуры города Ташкент. Еще один важный аспект, на который обращено внимание – интервал движения общественного транспорта. Отмечалось, что в час пик время ожидания автобуса доходит аж до 30 минут, а то и больше. Это создает дополнительные неудобства и вызывает оправданное недовольство со стороны населения. Оптимальным решением стало создание на дорогах страны отдельного коридора для автобусов, в результате чего скорость их движения по заданному маршруту увеличится на 25%, а время ожидания гражданами транспорта будет варьировать от 3 до 5 минут. Процесс обсуждения и внесения предложений по данному проекту в разрезе регионов продолжается.